Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Я получил долгожданную посылку с червяками от Натальи Пузенко. И сегодня мы займемся их укоренением. Уже на протяжении нескольких лет мы достаточно успешно укореняем даже самые декордиционные червяки. Методом Натальи Пузенко. Или, как она его называет, методом на шкафу. Но сегодня мы проведем небольшой эксперимент и метод будет немного другой. Постоянные зрители нашего канала прекрасно помнят, как мы укореняли цитрусовы с помощью парника. А как оказалось и показала практика, этот метод подходит не только для укоренения цитрусов. Но мы этим методом укореняли практически всю нашу комнатную экзотику. Причем этот метод на сегодняшний день я считаю наилучшим из тех, которые были опробованы мной. И сегодня мы часть червяков в качестве эксперимента укореним именно этим методом. Сразу же хочу предупредить, что любые эксперименты нужно проводить на небольшой части червяков или посадочного материала. Чтобы в ходе эксперимента ваш основной посадочный материал ни в коем случае не пострадал. Именно так мы и сделаем. Эксперимент мы проведем совсем на небольшом количестве черенков. А остальные черенки мы конечно же будем укоренять проверенным и надежным методом. В этом году я заказал черенки Натальи Пузенко. Они к нам благополучно добрались. После того, как вы получили черенки, их нужно обязательно замочить. Примерно на двое суток. Чтобы запас влаги в черенках пополнился. Примерно 36 часов наши черенки замачивались в обычной воде. А последние 12 часов нужно вымачивать черенки в стимуляторе роста. Мы в качестве натурального и естественного стимулятора роста используем мед. Сейчас мы подробно останавливаться на этих вопросах не будем. Так как подробные ролики по каждому этапу укоренения черенков у нас уже есть. И если кому-то интересно, есть ссылочки внизу в описании под этим видеороликом. Черенки при вымачивании должны быть полностью утоплены. Можно использовать любой груз. Черенки мы получили очень хорошего качества. Все они минимум как трехглазковые, а были черенки, которые и 5-6 глазков. Именно лишние глазки мы обрезали для эксперимента. Такие же стандартные черенки трехглазковые мы будем укоренять обычным способом. Перед тем, как вымочить черенки, у каждого черенка в нижней части был обновлен срез. Ниже почки примерно на 1,5-2 см. И вот эта часть была проброздована для лучшего появления корешков. Итак, все стандартные трехглазковые черенки мы будем укоренять методом на шкафу. А на всех нестандартных одно-двухглазковых, которые у нас получились после срезки лишней части черенка, мы будем использовать в эксперименте. Если уж такие черенки укоренятся, то и конечно же стандартные трехглазковые черенки тоже этим методом будут хорошо укореняться. Итак, приступим к нашему эксперименту. Укоренять мы будем нестандартные и нетипичные черенки. В основном у нас получились одноглазковые черенки, за редким исключением двухглазковые. Все это мы в любом случае бы обрезали, так как 5 и 4-глазковые черенки нам в принципе не нужны. Для нормального роста саженца достаточно одной-двух почек. Но мы выбрасывать это все не будем, а проведем эксперимент. Еще значит одна особенность. Верхнюю часть черенков мы не парафинируем. Так как у этих черенков верхний срез мы не обновляем, следов у нас уже здесь ткани омертвели и они не дадут испаряться влаге. Это естественная натуральная пробка. Нам понадобится 5-литровая пластиковая бутылка с обрезанным верхом в качестве парничка. Ну и сами торфяные таблеточки, в которые мы и будем укоренять наши черенки. Замачиваем торфяные таблеточки в обычной теплой водичке. И немножечко ожидаем их набухания. Итак, таблеточки у нас уже набухли. Ставим пяточку черенка в торфяную таблетку и теперь отжимаем ее. Отжимать нужно до такой степени, чтобы еще влага таблеточки была. Но в то же время, если мы убираем руку от таблеточки, ни в коем случае влага из нее не капала. Все. Ставим в наш паленочок. Субтитры подогнал «Симон» Обязательно проверяйте, чтобы почечки были направлены вверх, чтобы случайно не посадить черенок кверх ногами. Итак, все наши черенки в парничке. Закрываем парничок стрейч-пленкой для герметичности. Если на черенках у вас появляется плесень, то нужно некоторое время парничок открыть и проветрить. И потом снова накрыть стрейч-пленкой. Если же у вас плесени на черенках нет, а на стенках и на пленке есть конденсат, пугаться этого не нужно. Это вполне нормальный процесс. Теперь наш парничок точно так же помещаем на холодильник или на шкаф в самое теплое место. И периодически посматриваем, как у нас появятся корешки. Ну, а мы, естественно, постараемся весь процесс укоренения заснять и выложить в следующих видеороликах. Как видите, черенки все хорошего качества. Мы их будем укоренять проверенным, надежным способом. Все черенки трехглосковые. Лишние глазки мы обрезали для эксперимента. Скруточку убираем в пакет, чтобы у нас не было испарений. Пакетик плотненько скручиваем. Для надежности его крепим проволочкой. Нижний пакет мы надеваем сразу же. Верхний же пакет нужно надеть тогда, когда черенки чуть-чуть подсохнут. Чтобы лишняя влага у нас испарилась. Все это нужно сделать для того, чтобы наши черенки не заплеснили. Плотно пакет заделать не нужно. Достаточно его естественного прижима. Влага будет сохраняться. Излишки ее будут выходить. Но тут сразу же скажу нюансы, которые не были указаны в предыдущих видеороликах. Во-первых, если у вас появляется плесень на макушечной части, то на некоторое время нужно будет пакетик приоткрывать. Чтобы плесень подсохла и процесс укоренения дальше шел. Если у вас плесень не появляется, то можно так и хранить. Второй очень важный нюанс, с которым я столкнулся, и благодаря только комментариям наших постоянных зрителей, мы нашли решение этой проблемы. Если все время черенки будут лежать горизонтально, да, в пяточной части образуется хорошо халус, появляется очень сильная корневая система, но есть черенки, у которых почки после этого не просыпаются. С чем это связано? При горизонтальном расположении черенков, у нас все стимуляторы роста, уксины, забирают пяточную часть для образования корешков. И естественно, корешки у нас очень хорошо развиваются. Но стимуляторов роста, уксинов, затем не хватает для пробуждения почек. Чтобы у нас почки благополучно после такого укоренения проснулись, после первых 5-7 дней их нужно немножко приподнять, примерно на 30 градусов. Для этого можно подложить любой удобный для вас предмет. И точно так же оставить их на холодильнике или на шкафу для дальнейшего укоренения. В этом случае часть уксинов все-таки останутся у почек, и почки благополучно у нас вскроются и начнут расти. Таким образом, мы нашу скуруточку на 5 дней положим горизонтально на шкаф или на шифонер. По истечении 5 дней сделаем ревизию, поменяем тряпочку и уже уложим череночки с небольшим уклоном вверх, чтобы наши почечки потом постепенно просыпались. Итак, конечно же, основную часть черенков мы укореним проверенным и надежным способом. Ну а с частью черенков, которые в любом случае у нас пошли на выброс, мы проведем эксперимент. Ну а потом, конечно же, сравним два этих метода. Ну а теперь, если понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!